Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания Ветхого Завета, книги-притчей Соломона на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами приступаем к шестой главе. Читаем с первого стиха. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за друга, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, пойди к ногам и умоляй ближнего твоего, не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки, и как птица из руки птицелова». Такие советы дает премудрый Соломон человеку, который решается поручаться за другого человека. Он предостерегает. Ибо есть такие слова у пророка, что «всякий человек ложь». Действительно, человек, который ручается за другого человека, он несет за него полную ответственность. Для нашего современного мира совет достаточно важный. Сегодня у нас чего только нет. И ипотеки предлагают, и под разные проценты средства, и заставляют всегда найти какого-либо человека, то есть по определенным юридическим процедурам, поручителя. А кто за вас поручится, если мы выдаем вам, например, такую или иную сумму в долг? Поэтому премудрый Соломон предупреждает. Прежде чем это сделать, нужно несколько раз подумать. Чтобы не опутать себя, как он говорит, чтобы не опутать себя, не опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Григорий Великий и Святой пишет по этому поводу следующее цитата. Поручиться за друга значит взять чужую душу на свою ответственность или на свой страх. Поручитель как бы передает себя в распоряжении врага, потому что ручательство постоянно связывает его тем, от чего прежде он был свободен. Он связал себя обязанностью, порукой, своей словно сетью. Закрепил себя как пленник и раб собственными устами своими в том, что уча по обязанности добру тех, кто ему поручен, он прежде всего сам будет подавать с собой живой пример доброго согласия между учением и жизнью, наблюдая и за ними, и строго преследуя в них в том разногласии. Конец цитаты. То есть Святой Григорий Великий говорит о том, что человек связывает себя, как он пишет, он связал себя обязательную порукой своей словно сетью. Закрепил себя как раб и пленник, хотя раньше был от этого свободен. То есть он говорит, поручательство, оно подобно тому, как человек берет взаймы. Взял человек взаймы и думает потом, как отдать. Так и здесь, поручившись за другого человека, что он выполнит тот или иной долг, или вернет его, человек становится должником вместе с ним. Господь Иисус Христос и апостол Павел в своем послании нас предупреждает, не будьте никому ничем должны, кроме взаимной любви. Очень опасно себя связывать с этими поручительствами. С другой стороны, мы скажем с вами, а как же тогда? Есть, например, у нас в церкви восприемники. Они вообще ручаются не только, что отдадут долг, а то, что воспитают детей, которые принимают крещение в владенческом возрасте. Действительно, это не отменяет так называемого института преемства, но, тем не менее, это еще и еще раз предупреждает, насколько ответственен этот шаг. Сегодня у нас очень многие люди как-то к этому относятся так прохладно, идут легко в кумовья, скажем, становятся крестными, чаще всего ради того, чтобы, ну, что там, греха таить, чаще всего ради того, чтобы посидеть там за столом, быть крестными после крестин, порадоваться этому событию, и на этом событии все поручательство, как они думают, заканчивается. Это на самом деле не так. Если премудрый Соломон предупреждает, что ручающийся за человека перед человеками несет ответственность, то что тогда говорить о том, что если человек ручается воспитать этого восприемника перед Богом? Какое серьезное предупреждение и серьезная ответственность. И мы читаем далее. Шестого стиха. Шестого стиха премудрый Соломон переходит на другую тему и говорит следующее. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он захотовляет лет хлебом свой, собирает во время жатую пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь и придет, как прохожий бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Премудрый Соломон здесь побуждает каждого человека не бездействовать в своей жизни. Он говорит, что лето пролетит быстро. Когда читаешь эти строки, то невольно вспоминается басня Ивана Андреевича Крылова. «Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима катит в глаза». И действительно, она там идет к муравью. И муравей ей отвечает, как мы помним, «Ах ты, пела, это дело так, пойди же попляши». То есть время прошло. Ну, некоторые говорят так, например, семинаристы шутят, говорят, что, может быть, она не перед теми плясала, поэтому у нее ничего не получилось, поэтому ничего не получилось заработать, ну, в смысле том, что не перед теми властемущими. Ну, это такая шутка и остроумные замечания, не более того. Но, тем не менее, здесь премудрый Соломон нас предупреждает о том, чтобы мы не промотали напрасно, подобно блудному сыну, свою жизнь в этом мире. Потому что лето, то есть лето, человеческие, они ограничены. Время, человек, как в корабль, садится время, не можем время спернуть спять, не можем его ускорить. Поэтому время, которое дано нам, оно дается для спасения. Прежде всего, нам необходимо работать Господу. Как мы и читаем в утреннем правиле, «Господи, многомилостей и милости Божий мой, Господи, Иисус Христе, многие ради любви шел, лопатился и сей, а когда спасешь всех, и спаси, спаси меня, по благодати молитя. А еще по отделу спаси, что меня, мы говорим, не благодать дар, но долг пачи». То есть время проходит быстро. Мы просим Бога, чтобы он нас спас не от дел, действительно, а по благодати. Но, тем не менее, мы с вами помним слова святителя Анзлатоуста, который говорит так, «Бог нас без нас не спасает». То есть необходимо приложить свою волю. Бог не может спасти человека без человека. Так и говорит. «Пойди, говорит, ленивец к муравью и посмотри на его действия». Здесь говорится не только о труде, о зарабатывании на сегодняшний день, на пропитании, но и о труде духовном, который более важен в жизни каждого православного человека. О духовной ленности ярко сказано в 25 главе Евангелия от Матфея. Господь предупреждает такого духовно ленивого человека о том, что внезапно судья приедет и к угожде деяния обнажаться, как мы считаем с вами тоже в другом молитвенном правиле. А здесь в Евангелии от Матфея, 25 главе, говорится притча о десяти девах неразумных. Вот как она звучит. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда они пошли покупать, пришел жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». И Христос предупреждает и говорит, «И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Видим, чтобы нам не уподобиться этим десяти девам. Что означает это масло? Это благодать Святого Духа. Те люди, которые думали, «Да завтра пойду в храм, да еще не время. Вот закончу работать, выйду на пенсию». Теперь еще и пенсионный возраст увеличили, когда ты выйдешь, человек, на пенсию. Доживешь ли, как многие говорят, до него или нет? И люди так рассуждают. «Ну, может быть, потом, вот, внуков когда воспитаю?» Но время идет. Не дай Бог нам оказаться наряду с теми девами неразумными пятью, но быть лучше с теми, которые действительно бодрствовали. Как Христос предупреждает, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час придет Сын Человеческий. Здесь, в притчах Соломона, так и говорит премудрый Соломон. «Пойди, — говорит к муравью ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». И далее мы читаем 12 стих. «Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его, он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры, зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость души его, глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Вот пишет Премудрый Соломон. Итак, глаза гордые. Гордость. Мать всех грехов. Что значит мать? Мать — это то, что породит все остальные страсти и пороки. Только если человек попробует подчиниться ей и никак не сопротивляться благодатью Христовой и с помощью Божьей. Язык лживый. Ложь. Ложь. Часто бывает так, что люди на ложь и не обращают никакого внимания. Говорят о том, ну, подумаешь там, главное, чтобы себе не навредить. Сегодня уже в нашу церковную среду даже проникло такое понятие, лишь бы не навредить. Господь нам говорит, кто думает о том, что бы делать добро и не делает уже тому грех. А мы уже перешли к такой конфуцианской концепции, лишь бы не навредить. Язык лживый. Многие люди говорят, что если я не навредил никому, значит, нет греха о себе, о своей бессмертной душе. Иногда человек врет, говорит, ну, я просто так пошутил, и никому такого ничего от этого плохого нет в этой лжи. А душа? А твоя душа? Дьявол, он отец лжи. И тот, кто лжет, значит, его сын. Руки, проливающие кровь невинную. Смотрите, подчеркивает кровь невинную премудрый Соломон. Он говорит о том, что всякий человек, который из-за корысти и коварства проливает чью-то кровь, замышляет убийство и делает его, это мерзость перед Богом. Не говорится ничего о другом. О военных действиях, например. В защиту своей Родины. Есть заповедь в книге «Исход» — не убей. Эта заповедь говорит о том, о чем здесь, в притчах Соломон, разъясняет. Проливающий кровь невинную. То, что он здесь разъясняет и говорит, проливающий кровь невинную. Потому как, есть евангельская заповедь, кто ударит тебя в правую щеку, подставь левую. Но мы будем помнить тебя. Если тебя, человек, ударили по правой щеке, подставь левую. Но никто из нас не имеет права подставлять щеки своей матери, своих родных и близких, своей церкви, своей Родины. Если тебя, то да. Свидетель Филарет Московский Дроздов говорил так. «Личного врага люби, врага Отечества бей, врага Церкви ненавидь». Сердце, кующие злые замыслы. Господь Иисус Христос говорит о том, что из злого сердца исходит прелюбодеяние, любодеяние. Именно там куется действие человеческих злонамерений. Поэтому человек, внимательный к своим мыслям и к своему сердцу, не допустит в своей жизни злых и коварных действий. Все сначала там. Редко, когда человек совершает какое-то коварство, просто так вот, в каком-то таком необдуманном состоянии. Чаще коварство всегда продумывается. Дальше говорит быстро. Ноги быстро бегущие к злодейству. То есть тот человек, у которого родились злые помыслы, он быстро старается совершить их. Этот человек мерзок перед Богом. Лжесвидетель. Это так, как раз заповедь, которая содержится в законе Божьем, не свидетельствуя в десятисловном законе Моисея. Не лжесвидетельствуя. Мы помним с вами из евангельской истории, что именно по этой заповеди был осужден Христос. Не за что было осудить Христа. Законники были такие, ну, дипломированные, в общем-то, люди. И они все совершали по закону, по букве. Для них человек был ничто, поэтому Христос о них сказал, буква убивает, дух животворит. Для них было главное исполнить букву закона. И вот по букве закона они распяли Христа. Потому что нашли лжесвидетели, которые сказали, он говорил, что разрушит храм сей и восстановит его в три дня. Наговаривающий ложь и сеющие раздоры между братьями. Это люди такие клеветники. Они, как говорит о них Соломон Премудрый в других стихах и в других притчах, что не уснут, говорит, пока не сделают какого-либо зла. Не уснут, говорит, сеющие раздоры, пока не сделают какого-либо зла. Вот все это, как говорит Премудрый Соломон, мерзость перед Богом. Человек лукавый, нечестивый, ходит со лживыми устами. И мы читаем далее. Сын мой, храни заповеди отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое и обвяжи ими шею твою. То есть он говорит о том, как нам избежать этого состояния. Гордых глаз, языка лживого, руки, проливающие невинную кровь, сердце, кующее злые замыслы, жилосвидетельства. Обвяжи, говорит, и храни, говорит, заповеди отца твоего. И не отвергай наставления матери, навяжи их навсегда на сердце твоем. То есть, чтобы сохранить свое сердце, от которого исходят злые помыслы, как говорит Господь Иисус Христос, при любодеянии, любодеянии, необходимо как бы обвязать, как некой защитой, предохранением, сердце свое, заповедью Божией. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобой. Ибо заповедь есть светильник, и наставление свет, и назидательное поучение, путь к жизни. Действительно, заповеди Божии – это путеводитель. Сказано, смотрите, как ходите. Кто же есть путь? Кто есть свет? Кто есть светильник в ноге человеческой? Господь наш Иисус Христос, Спаситель. Он сам о себе говорит. Я есть им путь, истина и жизнь. И далее, предупреждает, переходит к следующей теме. Премудрый Соломон из 24 стиха говорит следующее. «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой, не пожелая красоты ее в сердце твоем». Это то, о чем предупреждает в Нагорных проповеди Спаситель. Он говорит, кто смотрит с вожделением, уже любодействовал с ней в сердце своем. То есть сначала мысль, потом эта мысль у человека услаждается, если вовремя не разобьет он младенца камень, то есть их в зачаточном состоянии. Это происходит в его фантазии, и потом уже совершается действие. Так и говорит. «Заповедью обвяжи сердце твое, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем». Обращает внимание. В сердце твоем. «Сыне, береги сердце твое от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба. И замужняя женщина уловляет дорогую душу». Слышите? Как предупреждает, говорит, замужняя женщина уловляет дорогую душу. То есть только та, которая опытная, она уже смотрит и ищет больше выгоду, нежели какой любви. Если так можно. Недаром здесь премудрый сломан говорит. «Она уловляет дорогую душу». Может ли кто взять себе огонь в запасы? Дальше он приводит различные примеры. «Чтобы не прогорело платье твое». Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих. Может ли кто тоже бывает с тем, кто входит к жене ближнего своего. Здесь он говорит о прелюбодеянии. От седьмой заповеди закона Божия. «Не спускает, говорит, вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит семеро, отдаст все имущество двому своего». То есть прелюбодея и человека, входящего к чужой жене, он сравнивает с вором. «Кто прелюбодействует женщиной, у того нет ума». «Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и без чести его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты не умножал даров». Это 35 стих, который завершает 6 главу. Здесь как будто премудрый Соломон вспоминает, что произошло, в общем-то, в его семье и с его отцом, с Давидом. Он явно это не говорит, чтобы не переступить порох хамства, потому что не обличает и не говорит имени своего отца, но наверняка он слышал или от отца, или Давида, царя, или от других, что произошло в его жизни. Царь Давид, как мы знаем, совместил два греха. Грех прелюбодеяния, когда он увидел Версавию, и грех убийства, пролития невинной крови, в общем-то, что произошло там. Он отправил Урию в горячую точку, где заведомо дал команду, чтобы от него отступили, отряд его попал в засаду, и его убили, для того, чтобы Версавию взять себе в жены. И когда, об этом описывается в книге, второй книге царств, 12 глава, с 1 по 13 стих, пророк Нафан пришел к нему и сказал, «Как ты думаешь, царь, была у одного бедного человека овечка? И когда к нему пришли в гости, он не хотел взять от своего стада ни овец, ни тельца, а взял у этого, одну единственную, тот, который с ней спал, и она как дочь ему была, и взял, и принес ее, накормил гостей, а своих сотню пожалел. Что сделать с этим человеком? Царь Давид вскочил, разгневался и сказал, «Этого человека надо придать смерти!» И тогда Нафан говорит, «Ты этот человек!» И содрогнулась душа Давида. Он был облечен. Но тут же, как сказано там, он покаялся. Сказал, «Прости меня, прости меня, Господи, я согрешил, прорил кровь невинную, взял жену чужую». Так, наверное, каялся Давид. Мы знаем его, 50-й псалом, «Помилуй меня Божий, повелиться милости Твоей». И тогда Нафан сказал, «Так, как ты покаялся, Господь простил тебя». Если же это и произошло когда-нибудь с каким-либо человеком, или происходит сегодня с кем-то состояние греха, прелюбодеяния, необходимо прибегать и примириться с Богом. Нет такого греха, который Бог бы не простил. Есть только один грех, который Бог не прощает, грех нераскаянный. Будем внимать всем предупреждениям, которые делает премудрый Соломон в этой шестой главе. Он говорит, «Не ручайся просто так за человека, если ты не уверен, не связывай свою свободу, не бери на себя ответственность, а если взял то, что касается уже крещения, знай, перед кем ты поручился за ним». Далее говорит, «Не будь ленивым в духовной жизни, пойди, посмотри на муравья, как он трудится». Потом говорит о мерзости семи грехов и предупреждает о грехе, который записан седьмой заповедью в законе Божьем Моисея «Грехе прелюбодеяния». Будем, братья и сестры, хранить сердце свое от греха. Продолжение следует...